Всем добрый день! Перед нами дом-музей Иван Сергеевич Тургенева. Находится он на Стоженке. Этот дом был построен после пожара в Москве 1812 года, но сам Иван Сергеевич, извините, но такое движение, сам Иван Сергеевич здесь не жил, здесь жила его мама с 1840 по 1850 год. Сам Иван Сергеевич здесь был наездами, останавливался в этом доме, когда проезжал мимо, и после смерти матери он здесь в 1851 году жил два месяца, пока оформлял наследство. Но именно здесь произошли события, которые стали основой для произведения Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». Ну, наверное, все знают эту трагическую историю. Вот, именно здесь. Ну, вот сейчас мы с вами перейдем в дорогу. Сначала мы зайдем, вот там вот, вот там есть сквер Тургенева. Мы сначала туда подойдем, а потом уже с вами зайдем во двор этого дома. Ну, уже так немножко темнеет, но я надеюсь, мы с вами сможем рассмотреть этот памятник. Скверик совсем небольшой, то есть вот лавочки, и памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу. Насколько я знаю, это единственный памятник писателю Тургеневу. Ну, вот так вот. Вот такой памятник. И здесь он, ну, довольно молодой. Ну, вот. А вот здесь вот еще и граффити. Ну, здесь он уже пожилой. Вот на стене дома сделано граффити. Ну, а теперь пойдемте сходим к дому, к дому-музею и посмотрим, что там есть во дворе. Вот этот дом. Здесь памятная доска. Иван Сергеевич Тургенев. Жил и работал в этом доме с 1800, какого написано, с 39 по 1551 год. Вот здесь. С 1841 по 1951. Вот, как правильно, там плохо видно. Ну, сейчас мы с вами пойдем. Вот. Дом-музей Иван Сергеевич Тургенева. Ну, так получилось, что я сюда приехала уже, когда начинает темнеть. Ну, сейчас темнеет. Рано. Ну, кстати, вот смотрите, береза стоит совсем зеленая. Ну, пойдемте все равно посмотрим, что здесь есть. Такой дворик здесь. То есть во двор можно войти совершенно свободно. Беседка. Вот дом. Еще даже розы цветут, смотрите. Так, с этой стороны. Так. А вот и она, Му-му. А вот и Му-му. Хорошенькая такая, да? Му-му является одним из самых известных произведений Тургенева. Ну, как я уже сказала, сюжет не выдумка автора, а реальная история. У Варвары Петровны Тургеневой, матери писателя, действительно был немой крепостной крестьянин. Только звали его не Герасим, как в рассказе, а Андрей. Варвара Петровна привезла его из собственного поместья, из села Сычева. Андрей отличался невероятной силой, огромным ростом, был убежденным трезвенником и работал за троих. И в московском доме Тургеневых Андрею определили должность дворника. Барыня была скорой на расправу, но при этом Андрея никогда не подвергали каким-либо наказанием, а наоборот осыпали его милостями, а он платил барыне искренней преданностью. Так что Андрей на жизнь не жаловался. Но однажды он завел себе маленькую беспородную собачонку, которая к ним очень привязалась. А вот Варваре Петровне такой своеволе Андрею очень не понравилось. И она отдала приказ собачку уничтожить. Покорный крепостной не мог ослушаться хозяйку, и он расправился с несчастным животным. Он просто ее убил. И жизнь Андрея потекла, как и прежде. Он не испытывал никаких мучений, как Герасим. Не покинул усадьбу помещицы, а продолжал верно служить барыне, как и прежде. Ну вот такая грустная история. Очень грустная. Ну вот, в общем-то, и все. Так, ну здесь понятно, дом-музей Тургенева. Ну вот, на всякий случай, если кому интересно, график работы. Ну вот. Ну и на этом я укидаю этот дворик. Всем большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Ну вы оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, если вам понравилось. А я говорю вам, до свидания. Еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok